Здравствуйте, зрители, это новый выпуск по Клэша Яли, я продолжаю свою рубрику фарма 5 миллионов золота на моем основном аккаунте. На данный момент у меня 1 653 000. Если тебе интересен этот процесс, как я нафармываю 5 миллионов, прямо сейчас подпишись, если не было ранее подписано, нажимай на колокольчик, не пропускай мои новые выпуски. И сегодня у нас очередной грант пройден на 12 побед. Ребята, колода просто топчик, 12-0. Нима очень эту колоду хвалил, короче, показываю вам новую деку. Смотрите, 3 мушкетера, разбойники, свиньи, королевские свиньи. Здесь нет никаких шахтеров, нет никаких бандитов, темных принцев, хогов, гигантов, големов. Это просто какая-то, я не знаю, чисто колода от контратаки, наверное. Ну, кроме свиней, да, свиньи атакующая карта, все остальное чисто деф. Мне интересно посмотреть, как этой декой играть. И знаете, что самое забавное, что, возможно, даже я эту деку себе возьму на новый проект. Как вам такая колода? Хотели бы вы видеть, чтобы я вот подобной декой, ну, создал твинка и подобную деку прокачал и апал кубки? Пишите в комментариях. Набираем 5000 лайков и новый ролик. Кстати, сегодня новый ролик по моему твинку. Если вам интересно, ставьте лайки, срочно. Ну что ж, открываем сундук, 12-0. Посмотрим сейчас, что же за чудо дека такая. 22 тысячи золота. Варвары. Давайте, короче, сразу до леги или до эпиков. Так, скелетик. Скелетик, огромный скелет. Леги не будет, но, ага. Ну, короче, золото. Только золото нам надо было с этого сундука, все остальное не очень. Значит, у нас уже почти миллион семьсот. Капец, ну, на самом деле мне, наверное, уже этих, этого золота достаточно, чтобы все карты прокачать. Ну, цель 5 лямов. Ребята, я не знаю. Хватит мне выдержки это сделать или нет. Напишите в комментариях. Интересно вам будет? Лайками поддержите, комментариями, я не знаю. Проявите свою активность, потому что, ну, вы очень сильно мотивируете. Если я вот, я вижу, что это не интересно никому. Сразу пропадает мотивация и опускаются руки. Дайте знать, что я делаю это не зря. Ну, и поехали, посмотрим парочку повторов. Итак, это предпоследний поединок был против Крис Лайн. Значит, соперник играет с кладбищем, с гигантом. У него есть в деке бомбер, но, ребят, это не означает, что соперник с низкой арены. Ну, просто бомбера на высоких кубках редко используют, не знаю почему. Вот, но этот соперник с рекордом 6000+, я не помню сколько точно, там 600 точно. Ну, вы можете видеть по клану, он в легендарном клане. Итак, на нас идет атака слева, и мы сразу же выбрасываем свиньей с летучими мышами на правую сторону. Соперник сразу не смог среагировать, или у него там не было подходящей карты. Ну, свиней точно ему нечем было задефать. Он дождался, когда юниты сагрятся на вышку, и выбросил летучих мышей. Мы задефали гиганта с помощью разбойников, и плюс, смотрите, когда мы успели сборщик поставить, я что-то пропустил этот момент. Плюс у нас стоит сборщик эликсира. Ставится второй сборщик, что так, а почему так сборщик поставил рядом, он, можно уж пользу нам накрыть это все. Так, ледяной дух на гиганта, и что дальше? Что дальше? Неужели трех мушкетеров? Трех мушкетеров? Ага, трех мушкетеров, да. Как видим, у соперника нету серьезных таких заклинаний, которые могли бы наносить много урона нашим мушкетерам. Ну, мы-то этого не знали сначала, да. Мы же не все карты видели соперника, поэтому рискнули. Но там у нас другого выбора, в принципе, не было. Задефать жирного гиганта с ночной ведьмой сразу нам нечем, по сути, да. Нам обязательно придется какой-то жесткий урон выдавать, поэтому мы выбросили трех мушкетеров. Снова ставятся сборщики эликсира, теперь на левую сторону. А, вот, нет, соперника есть. Я, извините, ребят, не заметил сначала в деке, у него есть поизон. Ну, поизон это не фаербол, он долго сносит юнитов, поэтому сразу он не уничтожил бы мушкетера. Поэтому, ну, нам не так страшен поизон, как фаербол. Вот, фаер, вот, бревно, запель, еще что-то, фаербол с какими-то такими легкими спылами, вот это намного страшнее для мушкетеров. Так, значит, два мушкетера справа, один слева с бандой гоблинов. Мы, кстати, еще не добили вышку. Сейчас вот переходим с дефа в контратаку. Выбрасывается поизон, забрасываются свиньи, и их нечем остановить сразу и передикт бревно наперед. Но соперник ничего не выбрасывал, потому что он понимал, что может потерять банду гоблинов, узнал, что у нас есть бревно. Вот сейчас хорошая атака с гигантом, мы выбрасываем летучих мышей плюс банду гоблинов. Вроде как задефались, еще подкидываем разбойников. Да, чудом у нас получилось задефаться. Ну и сейчас самое главное, грамотно сделать свою атаку. Выбрасывается бомбер между вышками, чтобы, ну, вдруг мушкетеров мы не кинули. Мы сплитим мушкетеров, два идут налево, один идет направо. Выбрасывается поизон со стороны соперника на двух мушкетов, забрасываются свиньи, которых нереально сразу остановить. Не знаю, почему не было предикта бревна, ну, бревно надо было наперед, мне кажется, кидать. Вот, но все равно 100 хп осталось на вышке. Я думаю, что 100 хп будет несложно добить. Хотя вот сейчас атака будет от соперника, и нам нужно как-то задефаться. Вот серьезно, кстати, вот эти 100 хп мы могли бы и не успеть добить. Вот, поэтому, мне кажется, единственная ошибка в этом поединке была со стороны Димы, то, что он не кинул бревно наперед. Вот, когда свиней выкинул. Прекрасно, победа. Еще один интересный поединок против колоды с кладбищем. Я эту деку, которую я у соперника уже показывал, очень, ну, мне понравилась подобная связка. Торнадо, Ледяной Колдун, Надгробие, очень много танков дефает, и, ну, а для обороны очень много карт. Ну, естественно, что нужно уметь с ней играть, потому что не все так легко, как кажется, на первый взгляд. Вот, ну, давайте посмотрим, как мы, ну, в принципе, что у соперника, не, хотя, что, есть Валькирия, есть Пламенный. То есть, есть как и против спама разного, так и против жирных танков. Вот сейчас, конечно, что-то с Валькирией не так. Почему найдется Ледяным Колдуном? Бревно на Летучих Мышей. Ой, на Разбойниц, Ледяной Дух, плюс Летучие Мышки. Окей, я думаю, что сейчас должен поставиться сборщик. После этого мы... Ага, вот, готовится сейчас кладбище. Я думаю, что Дима узнал эту деку, потому что он сам с ней играл. Сначала я эту деку взял, а потом Дима с этой декой прошел испытание. И ему она тоже понравилась. Вот, ну мы, как я говорил, что не будем зацикливаться всегда на одной колоде в испытаниях. Мы всегда вам будем показывать, ребята, разные деки совершенно. Поэтому, если вам нравится данная рубрика и вам хоть чем-то она полезна, хоть одна колода вам пригодилась, напишите мне в комментариях, с какого видео вы взяли какую колоду и какой вы сейчас с декой играете. Если ни одна дека не подошла, тогда напишите, какую деку вы хотели бы. С чем вам лучше показать колоду, с какой ведущей карты, дополнительной картой и что-то приблизительное мы постараемся. Естественно, в ближайшее время нам еще до 5 миллионов. Очень много придется сделать грандов. Я думаю, что я еще много отсниму видео. Поэтому запрашивайте колоды, не стесняйтесь. Итак, вот сейчас будет кладбище с Пойзоном. Вот он, Пойзон. Ну, Пойзон, мы видим, что закинул он на сборщик, поэтому слева область свободна была. И мы с помощью банды гоблинов не дали скелетам нанести много урона. Сейчас мы подкидываем, смотрите, свиньи и подкидываем их к середине. С середины, чтобы, я так понял, уничтожить... Вау, 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 вот это, кстати, было очень плохо. Так, ледяной дух, чтобы меньше урона нанес нам ледяной колдун. Сплит мушкета ведет. Так, что же дальше, что же дальше будет? Так, куда летучие мыши подкидываются? Ага, подкидываются они на сторону к ледяному... Ой, пламенному дракону. Валькирия дефает двух мушкетов. Прямо вот реально против мушкетов в этой беге очень хорошо справляется Валькирия. Вообще, дека вот у соперника такая универсалочка. Она и против гигантов, големов пойдет, и вот против трех мушкетов. И снова забрасывается свиньи, но в этот раз соперник не использует торнадо. И просто смотрите, сколько пропускает урона. Плюс кладбище без танка, без пользы, вообще там его заход провалился однозначно. То есть, он потерпел фиаско с левой стороны, не нанес никакого урона, потратил зря 5 эликсира. Естественно, это плохо для него. Но сейчас, смотрите, по элику мы жестко проигрываем. Но у нас стоит сборщик. Да, кстати, я опять не заметил, когда мы успели сборщик поставить. Но по вышкам, по вышкам, смотрите, какой расклад. Значит, три свиньи согрелась над гробом, одна свинья нанесла урон по башне. Соперник слил абсолютно весь эликсир. Сейчас можно подкинуть всех трех мушкетов. А нет, все равно делается сплит. Ну да, это безграмотно. Выбрасывать всех трех мушкетов на одну сторону, так как у него есть торнадо. У него есть ледяной колдун, бревно, тамба. Крутится цикл, думаю, нормально. И до... До Валькирии он бы прокрутился. Но вот сейчас очень хороший момент и очень неудобное положение у соперника. Слева три мушкетера, которые он сам, в принципе, переманил на одну сторону. А справа мчатся хоги. И он не знал, что делать. Естественно, пропустил с одной стороны. Крутой поединок. Гоу еще один посмотрим. Голем с ночной ведьмой и сборщиком с дровосеком. Вот такая вот дека против нас. Мне интересно будет посмотреть. Потому что я... Ну, это моя одна из любимых колод. Вообще, с големом люблю играть. Поэтому, когда сам играю с големом, не понимаю, как выиграть, да? К примеру, только трех-трех мушкетеров. Когда я играю с трех-мушкетерами, не понимаю, как выиграть голема с трех-мушкетерами. Поэтому, давайте посмотрим. Вот. Значит, что у нас? Противника неудачный цикл, да? Сборщика нету. Мне просто интересно, как нам себя вести, когда противник ставит сборщик. Естественно, нам надо в атаку. Но вот... С чем там... Ага, у нас же тоже есть сборщик. Я забыл. Точно. Так, ставим сборщик эликсира. Сейчас соперник, в свою очередь, тоже воткнет. Ах ты, блин. Смотрите, мегамуха. Блин, какая неудачная у нас... Положение, смотрите. Мегамуха с драконом, как... Сколько нам доставили неудобств. Ну, потому что вышка сагрилась сначала, изначально на дракона. Сплетни мушкетов. Противник задумал ставить сборщик. Но когда увидел трех мушкетов, он понял, что, блин, если он поставит сборщик, это все. Джи-джи. Он собрался дефать големом. Но мы понимаем, что голем сейчас пойдет на правую сторону. Поэтому подкидываем к одному мушкетеруще летучих мышей. Но там торнадо. Но все равно урона. Смотрите, сколько пропустил. Плюс теряет голема. Однозначно, у соперника хуже ситуация, чем у нас. Однозначно. Плюс у нас стоит сборщик. Вот. Конечно, не все так безупречно, как хотелось бы. Но, тем не менее. Соперник тоже, кстати, нанес урон. Смотрите. Ну, это голем. Тут его, как ни деф, он все равно, блин, дойдет к башне. Ну, если у тебя нету, конечно, инферно, там еще чего-то. Рисково, рисково Дима поставил, конечно, сборщик. А, ну да, у него уже, это уже время действия истекло. Поэтому можно и поставить. Так как с правой стороны нам нельзя пропускать урон. Ну, даже если был бы позден у соперника. Но у соперника нету с позденом. Так. Ставится сборщик со стороны соперника. Сплит мушкетов. Куда подбрасываются разбойники. Вот такой вот интересный сплит. И, наверное, Кабанов тоже сплит. Охренеть просто. Вот это. И смотрите. Одна свинья пошла на сборщик. Охрененная карта. Просто охеренная карта в связке с 3-м мушкетерами. Вы видели? Мы офигенно сделали сплит. Сопернику реально? Блин, реально нереально. Кавтология. Просто ему надо было дефать правую. Левую сторону. Это вам не с тараном. Тут очень опасно. И плюс одна свинья еще пошла на сборщик. Это просто мы трех зайцев сразу убили. Ребята. Колода мне очень понравилась. Честно. Я, ну не знаю, люблю 3-х мушкетера. Вот это моя одна из самых любимых карт была. Редких. 3-мушкетера. Я, вспомните, первые 5500 кубков именно с ними взял. Я играл 3-мушкетера сначала с гигантом. Потом 3-мушкетера с бандиткой. С шахтером играл. С хогом играл. А вот с хогом, кстати, я 3-мушкетера хог взял 5500. Мне очень эта карта нравилась. И, блин, я хочу опять с ней поиграть. Соскучился я. Поэтому давайте, возможно, я в новый проект сделаю какую-то подобную деку. Но я однозначно хочу свиньей вот этих в новый проект закинуть. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь. Начнется новый сезон. Будет еще много интересных роликов. Нажимайте на колокольчик. Не пропускайте мои новые выпуски, мои новые стримы. Спасибо вам. И до скорых встреч. Всем, друзья, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok